За два часа до матча возле дворца спорта у Ручья Аншлаг. Под музыку оркестра к военно-полевой кухне выстроилась очередь. Запах солдатской каши не оставлял равнодушным никого. Оценить армейскую кухню можно было пританцовывая с участниками флеш-моба и талисманом клуба псом по кличке Скай. Сытый болельщик, болельщик шумный, шутили в очереди. Во всяком случае, гости из Бреста обещали, что покажут, как они умеют поддерживать своих. У нас три автобуса из Бреста сегодня. Вы увидите там на трибунах, у нас будет заметно. Приятно, музыка играет, весело, настроение у всех хорошее. Надеюсь, так и закончится матч. В этом году финал посвятили победе в Великой Отечественной войне. После красочного представления началось не менее яркое противостояние лидеров чемпионата БГК и СКА. Как позже признается тренер Брещан Сергей Бебешко, преимущество СКА, перед ними нет никаких задач. Нам же нужно выигрывать чемпионат. Это прибавляет нервозность. И действительно, армейцы дали равный бой фавориту. Раскрепоститься, настроиться и вспомнить, как побеждали. Призывал Спартак Миронович свою команду перед началом этого матча. И действительно, первая половина прошла на равных. Лишь в концовке усилиями Раско, Стойкович, БГК сумел вырваться вперед. 16-13 в пользу БГК. Так завершился первый тайм. И уже со старта второго Брещане вновь уходят в отрыв плюс 4. СКА благодаря Никите Вайлупову у него 10 голов и Александру Бачко у него 7 точных бросков. В конце матча вышел вперед 30-29. Затем БГК провел три мяча подряд и победил 32-30. Лучший у Брещан Раско Стойкович и Павел Атьман они забросили по 7 раз. Я думаю, что мы сегодня показали хороший гонбол. Единственное, что наши вратари не очень хорошо отстояли. Поэтому в отличие от вратаря СКА, который сегодня выдал очень много сейвов стопроцентных, отбил три пенальти. То есть во многом заслуга хорошей игры – это хорошая игра вратаря. Надеемся, что мы подтянем к домашним играм эту позицию. Матч хороший был. Я считаю, что играли на равных. Были возможности в конце две ошибки, которые стали за последние полторы минуты, если я не ошибаюсь, один забитый бросок. И потом одна ошибка в нападении позволили сопернику забить и тем самым выиграть этот матч. Победа БГК на ЦКА стала четвертой в сезоне. А впереди еще как минимум два матча финальной серии до трех побед – 21 и 22 мая. Команды сыграют в Бресте. Сергей Соболь, Сергей Янковский. Новости спорта ОНТ.